Для человека творчество – одна из возможностей проникнуть в свой внутренний мир и узнать себя. Когда человек пишет, рисует, лепит из глины или выражает себя в других видах искусства, это позволяет ему расслабиться, раскрыться и хотя бы ненадолго оказаться в гармонии с самим собой. Кроме того, творчество является эффективным методом по исцелению психики, который сегодня нашел широкое применение к практической психологии под названием арт-терапия. Часто и люди обращаются к нам в центр и говорят, а если мы вам раскрасим мандалу, вы нам расскажете о том, что у нас внутри происходит. Мы говорим нет, потому что арт-терапия – это намного более обширное явление, такое направление психологии, которое работает с эмоциональной сферой. Оно как бы делится на три таких основных направления работы. Первое – это самое простое – избавление от стресса и напряжения. Это то, что сейчас мы используем. По второму направлению психолог работает с конкретными проблемами пациентов, такими как детские страхи и личностные трудности. Это работа с тревожностями, это работа с какими-то взрослыми запросами, типа проблемы на работе или проблемы в семье, или решение какой-то ситуации в коммуникациях. И третье направление, самое глубокое – это трансформация личности и развитие личности. Либо во время какого-то кризиса, когда у человека в жизни что-то меняется, либо просто из потребности двигаться куда-то дальше. В начале арт-терапевтическая сессия похожа на игру в искусство. Это пространство для экспериментирования проб и ошибок. В нем не существует правильного и неправильного, красивого и некрасивого. Такие мгновения ценность имеет все, что бы ни происходило. Каждый участник группы проявляет себя в творчестве так, как может и так, как хочет. Ходим на протяжении, наверное, около два месяца, даже немножко больше. И результаты есть. Если какое-то негативное поведение у ребенка, настроения нет, он приходит на эти курсы, выплескивает все на бумагу. То есть в рисовании он прорабатывает свои какие-то проблемы. Ну, там, в школе что-то иногда происходит. Реализовать внутренние возможности и в итоге оказаться в гармонии с самим собой и окружающим миром может каждый, и для этого не нужна специальная подготовка. Один из основных принципов арт-терапии гласит, что творчество целительно уже само по себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова